Здравствуйте! Многие наши зрители уже знакомы с творчеством юного и талантливого музыканта, исполнителя Ярослава Николаева. Ярослав выражений с города сестрой. Я думаю, что зрителям будет интересно познакомиться с ним поближе, узнать о его семье, о его жизни, об увлечениях. И сегодня Ярик любезно пригласил нас на дачу. Ярик, привет! Здравствуйте! Огромное тебе спасибо за приглашение, очень приятно. Вам большое спасибо, что приехали. Недавно от «Вьем таланте» узнала вся страна. Ты побывал в популярной телевизионной передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия». Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от этой встречи, от передачи. Как получилось? Вот как вас пригласили? С кем ты ездил? Расскажи. Ну, случилось это вроде бы в декабре. Нам написал один редактор этой программы. Говорит, приезжайте, вот мы увидели вас с папой в Ютубе. У меня есть канал в Ютубе, там 10 тысяч подписчиков уже. Вот. Нас увидел какой-то редактор и пригласил. Вот. Так и получилось. А с кем ты ездил? Ездил я вместе с мамой и с папой. Вот. С папой мы выступали там, а мама сидела и смотрела. Не волновался? Ну, конечно, волнения такие были, но все равно как-то это хорошо, уже привычно. Ну, что исполнили? О чем говорили? Исполнили мы песню Витра Цоя, восьмиклассницу, вместе с папой на двух гитарах. А говорили мы, ну, обо всем, о семье. Там была бабушка такая, вот, у нее, она пела песню про маму, но мне эта песня очень сильно понравилась. Вот. Я знаю, что и у тебя тоже есть песня о маме, собственное сочинение. Да, есть. Давайте мы ее послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Набивал я по дворе шишки с синяками, Плакать стына было мне, И бежал я к маме. Мама за руку возьмет и в глаза заглянет, Скажет, все, сынок, пройдет, Сразу легче станет. Субтитры создавал DimaTorzok Друга видит, кто случайно, Или лучший друг обманет, Свои беды и печали, Расскажет лишь маме. Мама за руку возьмет и в глаза заглянет, Скажет, все, сынок, пройдет, Сразу легче станет. А, Ярик, расскажи, с кем удалось пообщаться, кто там был на этой передаче? Ну, были там очень такие талантливые люди. Особенно мне очень понравилось общаться с Валерием Семиным. Он из группы «Белый день», он прекрасно играет на баяне, он вроде бы заслуженный артист России. Но он вот такой вот, на самом деле, человек, очень классный, харизматичный, веселый. Ну и прекрасно он играет на баяне, все-таки. Мы с ним вместе играли даже одну песенку. А вот ты, побывав уже на таком уровне, на федеральном канале, на такой передаче, что-нибудь ёкнуло? Ну, мне, конечно, понравилось, но, наверное, дальше идти именно в шоу-бизнес я не буду. Я лучше буду развиваться в других каких-то сферах, все время узнавать что-то новое, больше, больше, больше. Вот я тебя часто вижу на различных площадках, на концертах, на мероприятиях, и ты все время в окружении своей семьи. У вас такой сплоченный дружный коллектив. Вот расскажи, пожалуйста, о своей семье. Моя мама учила меня в 4 года играть на фортепиано. Я помню, что она мне показала. Я начал играть маленькую ёлочку, ну, всякие такие песенки простые. Но вот папа меня подтолкнул к гитаре. В 6 лет, и я начал уже полжизни я играю, в 6 лет я начал играть с папой на гитаре. Он мне начал потихонечку учить, а потом мы начали играть вместе. Ты дарила мне розы, розы пахнут полынью. Знала все мои песни, шевелила группами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько вдруг. Мы скрывались в машинах, равнодушных таксистов. По нашим автострадам нарезали их руки. Ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. То есть у вас такая музыкальная семья. Да, а еще у меня есть прекрасная бабушка, которая меня обучила играть на гармошке. Ну вот, начала обучать по самому учителю. Ну вот, там басы, аккорды. Потом меня отвели к наставнику Евгению Ивановичу Конышеву. Мы с ним вместе играли в ансамбле Садко, в Сестройском. Ну вот, а потом он заболел, и получилось так, что Садко наспалась. То есть ты умеешь играть и на баяне, и на гитаре, и на фортепиано, на саксофоне? Как можно совмещать, каково это играть на таких разных инструментах? То есть это и духовые, и клавишные, и струнные. Вот как это? Ну не знаю, у меня просто душа лежит к этому, ко всему, к музыке. Мне очень хочется изучать много нового. Все время пробовать себя в различных сферах, там, в духовых инструментах, в клавишных. Как-то это вот очень мне хочется, и хочется так, пожалуйста. Ну и по технике это очень отличается. Одно дело аккордеон и пианино, там еще более-менее одинаковая клавиатура вот на правой руке. А здесь же совершенно разные по технике исполнения инструменты. Вот как? Ну, даже не знаю, как сказать. Просто нравится, поэтому и вот так. А на саксофоне обучаюсь по скайпу. У меня прекрасный педагог, Спирин Сергей Владимирович. Откуда он? Он из Московской области. Ну вот. Обучаюсь я по скайпу, то есть по связи. По видеоуроку? Да, по видеоуроку. И когда ты успеваешь? Начал я обучаться по скайпу именно позапрошлым летом. У меня сначала плохо, конечно, получалось. Но потом, конечно, благодаря именно Сергею Владимировичу, у меня начало получаться очень даже так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и поделись секретом сочинения музыки. Это же очень сложно. Я, например, тоже, как музыкант, начинаю подбирать какую-то мелодию, сочинять. И мне кажется, что она похожа уже на другую. Начинаю что-то другое, опять скажется что-то похожее, и ничего не получается. Да, у меня первое время тоже такое было. Как справиться с этим? Ну, как справиться, я не знаю. Я вот сажусь за фортепиано, потому что фортепиано у меня какой-то более основной такой инструмент, который я знаю очень хорошо. Как базовый. Да, базовый. Я сажусь, играю несколько аккордов и подбираю уже к ним ноты, именно в этих аккордах. То есть если это ля, то я ля, если следующий ре, то ля си до ре, например. Вот как-то так. А как вот, чтобы не похожа была мелодия? Да, вот чтобы именно оригинальная была. Ну, я не знаю. Честно, не знаю как-то. Как-то само-то получается. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и расскажи о своем репертуаре. Репертуар у меня обширный. Я люблю и народную музыку, и рок-музыку, и поп-музыку. Но все-таки я пытаюсь угодить именно людям, потому что кому-то нравится попса, кому-то нравится там народная песня, кому-то военная. И как-то я не зациклюсь на одном каком-то жанре. Я постоянно вот учу и такие, и такие песни, чтобы людям угодить. Ты на концертах исполняешь песни разной направленности. Да. Вот мы сейчас находимся на даче. У тебя здесь, я смотрю, и пианино, и саксофон, и баян. Устраиваете здесь какие-нибудь вечера? Соседи как реагируют? Да, мы устраиваем иногда вечера такие музыкальные. Ведем прямые эфиры в YouTube. Соседи, конечно, реагируют хорошо. Вот эти бабушки, которые около нас. Им очень самим это нравится. Иногда они даже приходят специально, чтобы посмотреть, как мы играем. И мы играем по их заявкам, конечно. Ну, то есть очень весело у вас здесь. Очень весело. Ну, наши соседи, конечно, это мечта. А у нас есть видео о ваших соседях, о ваших приключениях. Давайте посмотрим. Давайте. Вот баба Вара все на грядках, все поливает огурцы. Они играют с ней в прятки. Сучат, ищи, ну, молодцы. Циты разводит тетя Лена. Ах, у нее красивый сад. У нас крапива до колена. Ну, я и ей, конечно, рад. А мы на даче, мы на даче. Все лето весело живем. На рядах ходим от лишания. Поем про все с лябушку. У бабушки неделя моды. Купила шляпу со цветком. И говорит, что слава зайце. Возьмет ее в свой модный дом. А мы на даче, мы на даче. Все лето весело живем. На рядах ходим от весачи. Поем про все хлеба все. Ярик, вот особое место в твоем творчестве занимает патриотическая тематика. Я даже знаю, что ты выступаешь перед ветеранами. Откуда, что тебя сподвигает на такие светлые и добрые поступки? В детстве, как-то один раз, мне бабушка показала похоронку. Вы видят, когда настоящую похоронку? Она прямо отписана от руки. Самая настоящая. Я, конечно, был в шоке. Вот меня даже как-то в детстве отвезли на мемориал, где я сам нашел фамилию моего деда. И, конечно, это меня очень сильно затронуло. И после этого появилась одна из моих песен, например, «Я люблю». Вот «Не вернулся, мой прадед с войны». Сидел на пыльной мостовой Похоже майский день Старик поникнул головой Свою уткнув шестень Его никто не замечал Цепитной суеты И день победы отмечал Народ и нес цветы Я бы о нем не рассказал Но на его груди Великнуло что-то, как слеза Как низко впереди Старик сквозь дикою руки Среди толпы один А на подчертом пиджаке Награда за Берлин К нему мальчишки подошли С участием в глазах Подняли старика с земли А он, крепя, сказал Эх, что-то мне нехорошо Дороги не найду Вот до Берлина я дошел До дома не дойду Ярик, вот именно когда ты выступаешь перед ветеранами, чувствуешь какую-то реакцию? Выступая перед ветеранами Я, конечно, чувствую, что им становится от этого светлее Они как-то больше радуются Они становятся более открытыми И мне очень хорошо, когда они радуются Это все-таки блокадники или блокадницы Ну, расскажи, где ты черпишь вдохновение Тоже такой избитый вопрос, но все-таки интересно Беру вдохновение я вообще во всем Вот я иду, смотрю, красивое дерево Говорю, вот это дерево Подбираю к нему какие-то прилагательные красивые эпитеты Ну и вот получается какой-то стих маленький И тому подобное То есть от всего я вдохновение беру От природы, вода Да, от природы, от воды От того, что происходит вокруг Вот птички сейчас поют тоже От людей хороших От хороших людей, да Ну и расскажи о своих увлечениях Чем занимаешься? Ходишь на рыбалку? Ты играешь в футбол? Увлекаюсь я очень-очень многим Я учился программировать один год Учился в школе специальной Сейчас я увлекаюсь врачебной Врачебной областью Медициной? Да, медициной Сейчас я увлекаюсь медициной Естественно, мне нравится музыка Недавно вот мне сосед подарил удочку Я купил все принадлежности И вот сходил вчера вместе с моим дедом на рыбалку Вот, поймал рыбку, отдал ее коту Вот так вот Ну может быть, конечно, появится и песня Об этом событии? Возможно Возможно, что-то будет, да Ну и, конечно, мы тебя не отпустим сегодня без песен Я тебе попрошу сыграть нам что-нибудь на разных инструментах Твоей любимой композиции Хорошо Неприглядная дорога Твоей любимой я навек По которой ездит много Секий русский человек Эх вы сани, что за сани Свой мертвый не осин У меня отец крестьянин Но я крестьянский сын Эх вы сани, что за сани Свой мертвый не осин У меня отец крестьянин Но я крестьянский сын Ходил по свету колесил я много лет Но счастье так И не нашел И тишек неженые вот тоже В общем нет И на душе И хорошо Видал я много раз Стран и городок Ногами шар земной Кратишь Чтобы было сил Только сердце свое Пей И любовь Всегда на силу Всегда на силу Ярик, наша передача подходит к концу Я хочу попросить тебя Обратиться к телезрителям К твоим поклонникам Что можешь им пожелать? Хочу пожелать вам всего Самого-самого хорошего Благодарю вас всех Всех очень сильно люблю До новых встреч В особенности Я хочу поблагодарить Свою маму и бабушку Ведь именно за их трудом Сойдет все мое творчество Огромное тебе спасибо За приглашение Было очень интересно пообщаться Вам большое спасибо А я напомню Сегодня мы беседовали С Ярославом Николаевым Юным композитором И музыкантом Из города Сестрой Друг Как в сказке Скрипнула дверь Все мне ясно Стал теперь Столько лет Я спорил зубой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то За моря Знаю это Было не зря Все на свете Было не зря Не напрасно было По новой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Hall